И прежде чем мы перейдем к нашей секции, если предложение предоставить слово очень страшное, слово «Сан-Зай». Она хотела бы сделать быстрое субъекционное объективство. Пожалуйста, садитесь к себе, хотите слово. Это не так вот и так? Пожалуйста. Сегодня утром выступал правительство. Нам внесли предложение о том, что мы сегодня из гостиницы ехали на автобусе, хотя мы могли бы дойти пешком. Здесь мы учли то, что погода была плохая в последние дни. Кроме того, есть достаточно пожилые люди среди наших участников, поэтому мы приняли решение о том, чтобы все-таки организовать трансфер на автобусе. но в то же время мы, конечно, считаем, что это в определенной мере противоречит идее защиты окружающей среды. Поэтому мы, конечно, после конференции обсудим это предложение профессора Амарова из Казахстана. И в следующий раз делаем более рациональные предложения. Встреча с Горького, 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 Г Поэтому первое уступление сегодня вставляется отмешивая птица в руках. Через сильное отмешивание ставится в птицу. Получилось. Спасибо коллеги. Я буду говорить с точки зрения терапевтической перспективы. Вы поставили уже первый слайд, да? Спасибо. Мы все знаем. Мы все знаем об этих, мы не будем здесь читать, об этих все читать. О том, что везде штормы, потопы, засухи. Все ясно, что это наносит большой урон человеческому обществу. Как я уже сказала во время пресс-конференции, что больше ущерба не наносится исчезающим покоренным народам. Я хотела бы заметить, что... Немножко отметить мою предшественницу на этом пути, которая работала в этой области дома, Маргарет Митт, которая предупреждала, что мы еще 60 лет назад, что эти... И что эти будут задеты и политическое сообщество, и за общество людей. Есть два ответа на изменения клим. Я бы хотела поговорить вот о чем. Первое, это ослабление эффектов. И второе, это адаптация к этим изменениям. Антропология... Такая у нас теперь дисциплина университетская антропология и изменения клипов. Не везде это делается. Это очень важная дисциплина в подразделении антропологии. И она, значит, разделяется на четыре раздела. Мы можем... Мы проводим исследования на локальном уровне, и затем транслируем это на более высокие, на двухсволь высокие уровни популяции по всему миру. Мы говорим об антропологии различной политики. Есть такая организация, которая изучает различные политики. Мы получаем, что политика имеет свою собственную культуру, и она связана с политикой, с политической структурой общества. Мы тоже интересуемся теорией... ...рецепции, как данные научные воспринимаются населением, как они оценятся. Это очень важная вещь. Частично мы об этом утром говорили. Как мы можем передать то, что мы думаем, чтобы это стало известно всем людям? Как они получают эти сведения? И вот эта ресепшн-сейер, теория понимания, как люди понимают те или иные сведения, она вносит большой вклад в понимание. И в последнюю очередь мы вносим свой вклад в прикладную антропологию в попытке понять, какая компенсация необходима... ...необходимо каждому отдельности, и некоторым сообществам в частности, в отношении того вреда, который на них обращается. Проблема со смягчением эффектов... ...это означает профилактику и смягчение... ...это очень медленный процесс. И, как мы сегодня уже слышали, может быть сто лет, сотни лет потребуется на то, чтобы начать сопротивляться этим проблемам. А изменение политики – это тоже очень сложный вопрос, ...потому что здесь присутствуют огромные заинтересы. Те компании, которые производят загрязнение... ...загрязняют почвы, они от этого получают прибыль. Они очень богатые, они очень всесильные, и изменить их политику очень сложно, особенно в короткие сроки. Следующий слайд, пожалуйста. Профилактика должна на кого быть рассчитыва? Кого засудить за те убытки, за тот ущерб, который нанесен? Например, коренное население Аляски подало в суд на компанию «Эксон» и на 22 другие компании до 905 до 220 миллионов за затопление, которое явилось результатом изменения климата. Также есть бывший премьер-министр Новый Глиней, который нам создал Всемирный фонд компенсации за... Как засудить людей за то, чего они не делали, а как это непосредственно? А вот эти вот местные сообщества, коренное население, они ничего не делают, но тем не менее страдают от изменений клим. Другая политика – это адаптация. Они обладают просто бесконечными адаптивными способностями. Человек – это животное, которое обладает практически безграничной адаптивностью. И культура – это адаптивный механизм, и вот там-то и нужно искать ответы. Проблема с этим состоит в том, что люди меняются очень медленно. Есть огромное количество адаптивных механизмов, которые не срабатывают. Особенно здесь, например, в Сибири, в Якутии. Вы видите на картинку. Здесь очень важный регион российский в Сибири. И Якутия погибает, потому что вечная мерзлота тает. И здесь будет огромное количество проблем. Вот махия – столица Мальдивских островов. Вся страна построена на островах. Это премьер-министр Мальдивов, который подписывает договор под водой. Тем самым он драматизирует тот момент, что его страна очень страдает. И вот мифология – еще одна проблема. Потому что у людей есть огромное количество мифов, которые оправдывают любые… Это на Новой Звенере район Озерный край, который… И следующий слайд говорит нам о том, что мы… Кемператив состоит в том, что либо мы адаптируемся, либо мы погибаем. Как мы, как ученые, те люди, которые занимаются исследованиями, мы должны помочь им начать, найти местным сообществом коренного населения пути адаптации. Вот есть некоторые очень решения, которые трудно принять, но которые могут помочь. И в последних лидеры этих местных сообществ, они должны быть вовлечены в эту деятельность. И в последнюю очередь нам необходимы мультидисциплинарные исследования, не только для выработки политики, но помочь тем, кто работает на локальном уровне, чтобы помочь им справиться с этими проблемами. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... И миф об их исчезновении является мифом. Здесь мультикультурность имеет две стороны. Одна сторона, которая здесь в основном обсуждается, это обогащение друг друга, а вторая сторона это возможность конфликтов, потому что разные цивилизации это разные смыслы жизни, а смысл их жизни рационально договориться нельзя. И здесь ситуация напоминает эпоху XVI века в Европе, эпоху религиозных войск. Кстати, выход, но правда после пролития рек крови приблизительно тот же, который был провозглашен в этом обращении Джан Шаухуа о создании единого кодекса поведения. То есть там в результате было вопросы о смысле жизни, то есть религиозные ушли в приватную сферу, а публичная сфера регулировалась единым правом, ну там плюс еще было, конечно, важно объединение национальное, это тоже, так сказать, определенные ресурсы, аналога которого здесь вопрос. В этом плане ситуация, как мне представляется, ее надо рассматривать как многослойная, вот верхний такой длинный прямоугольник это слой возникающего и развивающегося глобализированного общества, оно все более в разных сферах более и более влиятельно, но это достаточно узкий слой. А под ним есть слои, так сказать, локальных цивилизаций, внутри них, так сказать, наций и так далее. Всего для того, чтобы анализировать сегодняшнюю ситуацию, нужно вот те пять уровней, как минимум, так сказать, фиксировать, которые там выписаны. Значит, есть еще один, следующий, еще дальше, там где картинка, еще, вот здесь. Значит, есть еще одна тоже проблема цивилизационного уровня, которая почти не фиксируется. Дело в том, что общество может быть в индивидуализированном и коллективистском состоянии. В коллективистском состоянии жизнь индивида ничего не значит, и поэтому современные общества западного типа, в том числе, как бы и глобализированное общество, где все индивидуализировано, они оказываются институционально безоружны по отношению конфликту с подобными общностями. И здесь тогда возникают очень сложные ситуации. То есть, скажем, вот то мультикультурность, ту, которая отвечает политика мультикультурализма, где говорится о ценности многообразия, это Европа, Запад создавал внутри Запада для всех различных общностей, которая не проблематизировала ценность жизни индивиду и западные ценности. В 2000-х годах возникает другой тип мультикультурности, связанный с проникновением в результате вот этой глобальной урбанизации исламского, выходцев из исламского мира в Европу, и возникает очень сложная ситуация. Здесь прямоугольники обозначают коллективизированную часть общества, а кружочки индивидуализированы. Значит, в результате внутри западных стран возникают вот эти вот, тут не все дорисовано оказывается, значит, возникает вот эта ситуация, где индивидуализированная часть иноцивилизационная, она достаточно беспроблемно может быть интегрирована, то есть, тут слово интегрировано, во всяком случае, так сказать, включено в западное общество, и здесь проблемы типа мультикультурности 1, которая была раньше. А вот коллективизированные, значит, они туда не могут встроиться, плюс это все открыто в, как бы, те страны и цивилизации, я сейчас кончу, те страны и цивилизации, в которых было, и в результате возникает вот два типа мультикультурности на западе и два типа мультикультурности на незападе, про которые я сказать не могу, но в статье они есть. Значит, важный момент, что тезис диалога цивилизации, диалог возможен между индивидами, между индивидуализированными обществами, и в случае коллективизированных, так сказать, сообществ, вопрос о том, возможен ли там диалог, есть ли там субъект для диалога, это, так сказать, вопрос, так сказать, отдельный, его надо, с ним надо разбираться. Ну, вот, собственно говоря, в это время все, что я хотел сказать. Спасибо. Дело в том, что я, когда готовилась в сегодняшнем выступлении, я посчитала, что лучше для сегодняшнего конгресса будет тема демографическое старение как глобальный цивилизационный вызов, поскольку именно эта проблема обсуждается как одна из очень существенных в столетнем плане, я думаю, что именно на эту тему очень важно сегодня поговорить. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, главное, что мы можем предполагать, вот все, о чем сегодня мы говорим, коэволюция, возможность выход на ноосферную цивилизацию, в любом случае связано с тем, какое население мы будем иметь, будет ли это население, и что оно из себя будет представлять. Ну, общая ситуация нам всем известна, население стареет, здесь приведены данные по прогнозу до тысячного года, которые говорят о том, что изменится вся структура населения мира, естественно, структура населения отдельных стран. Изменится следующим образом, вот там строка третья и четвертая, или первая и вторая снизу, они показывают, что людей 60 лет и старше будет в 50-му году в два раза больше, чем сейчас, а людей, которым 80 сегодня в целом мире будет больше, чем в два раза. То есть, вот это очень существенно. Каким образом вот с этим старением населения будет справляться мир? Сегодня, и, кстати, вот в нашем столетнем плане описаны вызовы старения как только негативная ситуация. Вместе с тем, это очень дифференцированная проблема. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, дело в том, что мы можем говорить о старении в двух аспектах. И о причинах старения во многих аспектах. Первый всем известен. Понятно, что у нас снижается уровень рождаемости, и в целом в мире до сотого и до 50-го года, несмотря на общий рост населения, он в целом будет снижаться, вот этот уровень рождаемости. Но, с другой стороны, весь мир и мировое население имеют тенденцию расти в продолжительности жизни. И это, с одной стороны, вызов, а с другой стороны, очень позитивный факт. Но здесь существует серьезная дифференциация между регионами и странами. И я считаю, что в нашем столетнем плане необходимо, говоря о демографических системах, обратить внимание не только на общую тенденцию в мире, но и на ту тенденцию, которую мы имеем по разным странам и территориям. Предположим, вот смотрите, у нас 81 год или там 76 лет будет общая продолжительность жизни в мире, да, в середине века. Сейчас она в мире 68. Ну вот смотрите, какая разница по продолжительности жизни между разными странами. Япония сегодня в 2013 году, это 83 года почти, а Сьеролеоны 44. Значит, и вот эта ситуация в разрыве продолжительности жизни, она сохраняется в течение всего всех ближайших 87 лет, которые нас ждут. Значит, это несет с собой страшные вызовы. Какие? В первую очередь, что мы можем потерять, ну вот, мультикультурно, я бы сказала, демографическое, этносоставляющую какую-то компоненту мира. Почему? Вот там последняя строка этого слайда показывает, что у нас есть страны, которые будут все время до 1000 года, которые резко сокращают численность населения. Я из-за краткостей не буду останавливаться на причинах. Самая такая острая депопулируемая страна, по правоследнему прогнозу, это Болгария. Она потеряет почти треть населения. Россия в этом же списке. То есть, когда мы говорим в столетнем плане «одна семья, два ребенка», нам нужно говорить о разных странах. Для стран, которые попадают в режим депопуляции, наверное, одна семья, три ребенка. И было бы это правильно. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, последний. Последний. Мы говорили о своих проблемах уже неоднократно. И вот в предлагаемом здесь слайде показаны документы глобального прогноза. Они опубликованы до 1950 года. В том числе там есть текст «Римашевская и мой», который посвящен социодемографической динамике. Последний слайд, пожалуйста. Вот этот. Я думаю, что о старении надо говорить не с точки зрения старые. Надо говорить с точки зрения, какие они старые. Это будут старые. Старые и старые молодые. Young, old, old, old. И вот эти, которые мы видим здесь на этих рисунках, это не старые. Это мудрые взрослые. И если их слой будет больше, то в таком случае мы сможем сохранить нашу планету зеленой, процветающей и благополучной. Спасибо. Наталья Михайловна, у меня минут 7, я так понимаю, примерно, да? Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в общем, я не буду говорить о глобальных проблемах, не столько глобальных, сколько о российских. Дело в том, что в результате шоковой терапии, реформ и так далее, российское общество оказалось в условиях жесточайшего социального стресса. Ну, вот на этом слайде как раз проявление этого стресса. Профессором Александровским было введено в обращение, собственно, понятие социального стресса. Накладываясь на хорошо известные в психиатрии посттравматические стрессовые расстройства, вместе с социальными стрессовыми расстройствами, это образует поистине гремучую смесь. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот основные социальные критерии, собственно говоря, это количество суицидов, уровень алкоголизации, наркотизации. Ну, я остановлюсь в основном на суицидах. Пожалуйста, следующее. Ну, вот, ВОЗ делит все страны на три группы по числу самоубийств. Это страны с низким, средним и высоким уровнем. Россия давно и прочно занимает место в третьей группе. Следующий, пожалуйста. Ну, вот это место России среди других стран. Как видите, ну, в общем, по разным годам она занимает первое-третье место. Это вот сейчас третье место. Ну, все это, в общем, достаточно неустойчиво. Следующий, пожалуйста. Ну, вот это суицидальная карта мира. Как видите, здесь Россия тоже окрашена красным цветом. То есть, это, в общем, достаточно высокий уровень самоубийств. Следующий, пожалуйста. Ну, вот это распределение суицидов по регионам России. Как видите, это в основном вот Европейский Север и Дальний Восток. Следующий, пожалуйста. Вот это очень интересная картинка, которая свидетельствует о том, что на социальный стресс общество всегда реагирует повышением агрессивности. Причем эта агрессивность может быть направлена как вовне, о чем свидетельствует вот эта вот гомицидная кривая, так и на аутоагрессию, то есть это суициды. Причем вот все, как видите, они абсолютно идут параллельно, эти кривые. И изгибы всех этих кривых совершенно четко отражают все наши социальные потрясения. То есть, это вот относительно спокойные, застойные годы. Потом вот эта вот перестройка, когда появились там некие надежды на лучшее будущее. Ну и кроме того, тут немножко наложилась еще антиалкогольная кампания. Вот это вот шоковая терапия, вот этот вот, так сказать, всплеск. Дальше относительная стабилизация, когда доллар там стоил 6 рублей. Следующий, дефолт и снова снижение, ну вот сейчас, так сказать, относительная стабилизация или, лучше сказать, застой. Следующий, пожалуйста. Да, ну вот здесь речь о том, что наша возрастная динамика суицидов существенно отличается от общемировой. У нас гибнут в основном мужчины самого продуктивного возраста. Следующий, ну вот это то же самое, так сказать, на мировом уровне, как видите, вот пик. Следующий, ну и следующая часть, это самоубийство подростков. Следующий, пожалуйста. Следующий, ну вот, так сказать, некий анализ, в чем же дело. Следующий, пожалуйста. Причины, социальный фон, ну здесь, в общем, довольно страшненькая картинка. Следующий. Ну и вот, что же делать. Ну, тут единственный выход, это кардинально менять социальную политику. Следующий. Ну и некие конкретные рекомендации, которые мы могли бы предложить. Ну, к сожалению, за недостатком времени, это все, что я хотел сказать. Спасибо. 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 . . . . . . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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 Нету. Мы друг друга не уважаем. Мы это знаем. Между. Между цивилизациями. Нет взаимного уважения. И сейчас факт что. И на нас например на африканцев смотрят так как будто мы только начинаем строить цивилизацию. В то же время я отдаю себе отчет в том что вот эти огромные проблемы вот эти огромные проблемы которые мы сегодня складывается начались в эру колонизации в эпоху колонизации. После во второй мировой войны в эпоху холодной войны они стали очень важными. Нам они помогли нам разобраться во всех этих проблемах и понять как мы можем существовать. И у меня есть еще один момент, что человеческий гений, который не принадлежит никому в отдельности, а принадлежит всей человеческой популяции, принадлежит человеку как виду. Человеческий гений, он прогрессивный по своей сути, любящий, он любвеобильный, он полон взаимного уважения. Мы должны преодолеть то, что нас разделяет. Но то, что нас разделяет, есть вещи, которые нас разделяет. Например, голод. Многие люди сегодня живут в бедности. Как мы можем преодолеть нищету, бедность в воде? Цивилизация не может сосуществовать с тем, что рядом живут люди, которые умирают от голода. И поэтому человеческий вид человека, ну как вид, мы должны использовать инновационный дух, инновационный дух и создать способы сообщества, познавания, альтернативные способы использования ресурсов для того, чтобы процветать как... И мы должны этого достичь вместе через взаимное уважение, через взаимную поддержку. Логика, которая стоящая за вот этой нашей организацией поддержки глобальной цивилизации, она должна быть поддержана всеми этим позитивным мышлением, которые сделают из нас позитивных политиков, позитивных ученых, которые должны мыслить прогрессивно. И это может обеспечить человеческий прогресс с точки зрения целых успехов. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, тема моего выступления «Международная трудовая миграция. Проблемы регулированы, например, в России». Выбор этой темы не случайен. Эта тема очень активно обсуждается в нашем обществе. Международная трудовая миграция – это мировой феномен. Ежегодно десятки миллионов людей пересекают государственные границы в поисках работы. Только за период нулевых годов масштабы международной трудовой миграции возросли на 3. И сейчас около 100 миллионов человек считаются трудовыми мигрантами в мире. В России у нас происходят кардинальные изменения в потоках трудовой миграции. Мы являемся свидетелями и сдвигов в проведении миграционной политики. Учитывая, что у меня всего-навсего 5 минут, я отказываюсь от презентации и коснусь очень коротко четырех вопросов, которые, на мой взгляд, очень тесно связаны друг с другом. Первое – это ситуация на рынке труда. Второе – это то, что происходит в сфере трудовой миграции. Третья группа вопросов касается незаконной миграции. Последняя – политика, которая проводится в нашей стране в данной сфере. Первое – трудовая миграция очень тесно связана с рынком труда. И здесь у нас ситуация развивается так же, как и в мире. Мы наблюдаем несбалансированное развитие наряду с безработицей. А безработица у нас достигла очень низкого уровня. Имеется большое количество аккаунтных рабочих мест. И эта потребность в дополнительной рабочей силе и количество вакансий у нас постоянно увеличивается. Сейчас количество вакансий вдвое превышает зарегистрированную уровень безработицы. Проблема осложняется тем, что у нас очень низкая территориальная обилисть населения. И мы сейчас находимся в стадии демографического кризиса, когда у нас население в правоспособном возрасте сокращается примерно на миллион в год. Эта ситуация очень важна для понимания того, что страна нуждается в трудовых мигрантах, ибо трудовые мигранты – это выходе ресурс экономического развития. Благодаря трудовым мигрантам улучшается сбалансированность на рынке труда. Второй тезис связан с тенденциями. Тенденции трудовой миграции у нас такие же, как и в мире. Происходит расширение масштабов привлечений использования иностранной рабочей силы. Но происходят структурные сдвиги. После кризиса 2008-2009 годов масштабы резко сократились. Сейчас происходит выравнивание динамики трудовой миграции, но происходят структурные сдвиги. Количество работающих по контрактам сокращается, количество работающих по тентам возрастает. Возрастает количество мигрантов, которые приезжают из стран Центральной Азии, то есть из стран, которые характеризуются другим уровнем развития, плохим знанием русского языка. В основном это непрофессионные рабочие руки. Дело в том, что при всем позитиве трудовой миграции, трудовой миграции сопровождаются целым комплексом проблем, и эти проблемы очень тесно связаны с незаконной миграцией. У нас масштабы незаконной миграции четко не определены. Масштабы незаконной миграции в оценках варьируют от 3 до 15 миллионов человек. И в значительной мере это связано с тем, что само понимание незаконной миграции у нас четко не определено. Мы выделяем 4 модели незаконной миграции коротко. Первая модель – это когда мигранты законно въезжают на территорию страны, законно пребывают и незаконно работают. Вторая модель – это когда мигранты законно въезжают, но незаконно находятся на территории, незаконно работают. Третья модель – когда они незаконно въезжают, законно находятся, но незаконно работают. И последняя модель – когда все эти 4 статуса незаконные. И теперь, что касается проблем регулирования. В нашей стране проводится активная миграционная политика в этом направлении. У нас в прошлом году принята концепция государственного регулирования миграции. В развитии этой концепции приняты очень важные решения, в частности принята новая редакция переселенческой программы, но тем не менее есть очень серьезные проблемы в регулировании потоков трудовой миграции. Если коротко, то прежде всего существующий механизм не учитывает реальную потребность в дополнительном привлечении иностранных работников. Существующие механизмы использования иностранных работников неэффективны. Не удалось, несмотря на принимаемые меры, повысить долю высококвалифицированной рабочей силы, не удалось снизить поштабы незаконной миграции. Поэтому сейчас проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы улучшить работу механизмов по привлечению использования иностранной рабочей силы. Важнейшее направление сводится к тому, чтобы создать условия для привлечения в страну высококвалифицированной и квалифицированной рабочей силы и поставить барьеры на пути нескоквалифицированной рабочей силы. Почему? Потому что до последнего времени Россия в основном получала потоки малообразованных и нескоквалифицированных работников. Основные идеи, которые прорабатываются в этом направлении, следующие. Предлагается вывести квалифицированных работников из квот, чтобы они не попадали под квоты. Предлагается создать дополнительные преференции для квалифицированной рабочей силы, то есть создать для них условия, чтобы они в упрощенном порядке получали виды нажительств. Затем создать такие механизмы, чтобы отечественные работодатели не были заинтересованы в привлечении нескольких квалифицированной рабочей силы. То есть создать экономические стимулы того, чтобы работодатели привлекали отечественную рабочую силу. Ну и последнее, на чем я хотел акцентировать внимание. У нас очень много проводится решений, очень важных решений в данной области. Но тем не менее ситуация в области миграции понимается очень часто и неоднозначно. Поэтому важнейшее направление сводится к тому, чтобы наладить учет мигрантов, проводить комплексные обследования международных трудовых мигрантов и получать более достоверную информацию о том, что происходит в этой сфере. Вот на этом коротко, в течение пяти минут. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Из-за малого времени я не буду показывать слайды, я просто сама их озвучу. Но у меня, в принципе, выступление немножко спорное относительно тех документов, которые мы сегодня принимаем. Главный актор планеты Земля — это глобальное человечество. Цель глобального устойчивого развития — создание наилучших условий несуществования активной творческой жизни населения планеты. Но есть и другое мнение. Агрессивная часть человечества приписывает себе исключительные права на комфорт и ресурсы Земли. Зато миллиарда должна поддержать абсолютную власть и право распоряжаться судьбами других неполноценных народов. Поэтому мы наблюдаем непрерывную борьбу с влиянием этих двух взглядов на судьбу человечества. В столетнем плане по костному оздоровлению глобальной экологической среды содержится третья точка зрения — создание мирового правительства, регулирующее мировое развитие в интересах всего человечества. Реще человечество на планете на глобальном уровне устроено по сетевому принципу и происходит как взаимодействие крупных его частей цивилизаций. И уже внутри цивилизации происходит взаимодействие составляющих ее суперэтносов и этносов. Поэтому попытка изменить принцип сетевой структуры по строению глобальной целостности на поверхности, проявляющейся как диалог и партнерство цивилизации, на иерархическое управление Землей мировым правительством нам кажется неэффективным, а то, что предлагается в столетнем плане, может быть как регулирование жизни на Земле и носить совещательный характер. Человечество как живой организм переживает различный фасовый рост и развитие. Как правильно ценил Сергей Петрович Капицын, на современном этапе в развитии человечества наблюдается демографический переход. Он связан с тем, что заканчивается вторая по туфлиру и начинается третья волна глобальной динамики. Поэтому меняются все характеристики человека. Прежде всего, на современном этапе от количества роста числе населения в свойственном человечественном этапе второй волны осуществляется переход к улучшению его качественных характеристик, как условия его жизни, так и самого населения. В то же время ресурсы для повышения качества жизни ограничены рамками планеты. Поэтому современное сверхпотребление жителей стран «младого миллиарда» не может быть эталонным целью развития других государств. Но эти страны не хотят отказаться добровольно от своего комфорта в пользу более аскетического образа жизни. Поэтому они активно борются за имеющиеся ресурсы для привычного им комфорта. Экономически эта борьба проявляется в виде организаций сетевых ТНК, которые стараются заменить собой действия национальных правительств, о которых писал еще Никит Никит Моисеев. Центр управления этими ТНК находится в странах «золотого миллиарда». В результате этого целые цивилизации, такие как Африканская, оказываются в экономических условиях, при которых ускорен рост численности населения, при минимальном качестве его жизни, приводят к вымиранию населения от голодой болезни. Сверхпотребление в развитых странах проявляет даже детородные способности их жителей. От нормальных потребностей в детях осуществлен переход к денежным псевдопотребностям, на реализацию которых уходят средства, которые предыдущие поколения разходили на детей. Все это вызывает негативные демографические последствия в виде депопуляции в развитых странах мира. Но этой депопуляции есть и свои объективные причины. Подросшая сложность народно-хозяйственных процессов предъявляет новое требование к качеству давых ресурсов. Все больше средств и времени требуется на подготовку высококвалифицированных специалистов, поэтому каждый ребенок в семье требует больше внимания и денег на его обучение. Ухудшается экология, что приводит к росту детской заболеваемости. Поэтому и на поддержание здоровья детей также необходимо все больше средств. Это приводит к тому, что без поддержки государства семья уже не может воспроизводить такое количество полноценных членов общества, как в эпоху второй волны. Рост населения замедляется при резком увеличении качества каждого члена общественного воспроизводства в развитых странах. Но качество это тоже относительно, так как в развитых странах происходит падение нравственного уровня жителей. Но при соответствующей социал-демографической политике со стороны национальных государств важен сохранение демографических тенденций на уровне простого воспроизводства населения. Об этой же тенденции говорит долгосрочный прогноз населения земли, сделанный он. На наш взгляд, каждый этнос в своем развитии старается достичь максимальной самореализации. Эта самореализация зависит от тех ценностных установок, которыми владеют члены этноса. Поэтому и цивилизация, как живая система, состоящая из этносов, развивается в сторону максимальной самореализации в своей системе ценностей, в тех жестких исторических условиях, в которых она вышла пребывать в данный момент. Для человечества, как единой глобальной целостности, динамика социал-демографических процессов служит индикатором успешности самореализации отдельных этносов и цивилизаций. Поэтому повышение уровня жизни населения – это только материальный индикатор социал-демографической динамики. Но не менее важен и аспект духовного роста населения. Именно поэтому Петерим Сорокин выделяет периоды преобладания чувства системы социокультурных ценностей, при которой целью развития становится максимизация материальных благ, и периоды господство-идеациональной системы социокультурных ценностей, при которой все внимание переносится на духовный рост. Но идеально ученые считают господство интегральной системы социокультурных ценностей, при которой важен как духовный, так и материальный рост населения. 20 век был веком господства-чувственной системы социокультурных ценностей. Поэтому социал-демографические процессы рассматривались только с материальной точки зрения, как динамика членов населения, его полузолотной структуры, уровень жизни, расходного образования и здравоохранения. Считалось, что задача экономики – обеспечить максимальный рост уровня жизни, а задача демографии – создать все необходимые условия для наискорейшего и наибольшего экономического роста. Такой подход мне позволил заметить духовную деградацию западных цивилизаций при ускоренном росте их материального благосостояния. Недаром Петерик Сорокин еще в середине 20 века писал, что ценность цивилизационного развития примещается на восток, сохранившую в свои духовные ценности. Наблюдается постарение населения за счет уменьшения рождаемости и увеличения количества пенсионеров и престарелых. Во все больших странах происходит демографический переход. Если придерживаться демографического императива, это не может не накладывать отпечаток на режимы производства и потребления жителей земли. При этом в середине 21 века можно ожидать серьезных изменений в социально-экономической картине мира и условиях экономического роста, что требует новых следов в этой области. Поэтому предлагаемый в столетнем плане отказ от государства регулирования в социально-экономическом процессе в перенесение центра тяжести от регулирования мировой правительства кажется нам не очень эффективным. Может согласиться с мнением Гегеля о причинах и роли государства в жизни общества. Мировое правительство может совещать на порядке и предлагать социально-экономическую политику в национальных государствах, но каждый этнос, суперэтнос правит сам решать, какой режим воспроизводства населения наиболее благоприятен для его самореализации. Нужно сохранить разнообразие этносов на земле, а не навязывать единые глобальные стандарты. Безусловно, улучшение экологической среды может быть целью мирового правительства, но в пути реализации этой глобальной задачи каждый государств должен решать самостоятельность. Субтитры создавал DimaTorzok Цивилизация, население и ресурсы Так называется мой доклад. Вот у Натальи Михайловны возникли некоторые вопросы. Я думаю, что эти вопросы есть у каждого из присутствующих в зале. Они, конечно, есть и у меня. Вот мое небольшое выступление будет сопряжено с этими вопросами в какой-то степени, наверное. Итак, выдающийся русский социолог Ковалевский сопрягал все изменения цивилизационные с ростом населения. Вот у него была такая концепция. О каких цивилизациях мы говорим? Наверное, вы знаете, что существует несколько определений слова «цивилизация». Наверное, мы говорим о локальных цивилизациях. Но таковых тоже разные ученые насчитывают разное количество. Тойнби говорит о 37 цивилизациях. Освальд Шпенблер насчитал 7. Данилевские 15. На нашем форуме речь идет о глобальной цивилизации, единой цивилизации. Как же мы будем стыковать все эти 37, 15 или 8 цивилизаций в одну глобальную? Ведь каждая из этих цивилизаций имеет свой социокультурный комплекс, свои природные ресурсы, ландшафты, исторические условия существования, изобретения и так далее. То есть там масса у каждой цивилизации, свой огромный культурный, экономический сундук, так сказать. История человечества – это история изменения условий человеческой жизни, происходивших в результате приспособления человека к природной среде с одной стороны и приспособления окружающей среды к потребностям человека. Вот здесь основную, главную роль в росте человечества, населения и формировании цивилизаций играют изобретения. Изобретения, а далее теперь мы называем это технологиями. Наши ученые Глазьев разработали учение о технологических укладах. Мы знаем, что сейчас идёт переход к шестому технологическому укладу. Таким образом, мы можем, наверное, вот на этой основе соединять эти 37, 8 или 15 цивилизаций на основе технологий, на основе изобретений. Ещё один момент. Заголовки книг о западной цивилизации в 20 веке имеют совершенно пессимистическое звучание. Ну вот посмотрите сами. Освальд Шпенглер – «Закат Европы». Арнольд Тойнби – «Цивилизация перед судом истории». Петерим Сорокин – «Кризис нашего времени». Почему такой пессимизм по отношению к западной цивилизации? В чём же кризис западной цивилизации? Всем известна эта выдержка, наверное, из Петерима Сорокина о том, что мы живём в конце сияющего чувственного дня западной цивилизации. Ну вот давайте посмотрим, что происходит с плотностью населения на Западе. Англия – 240 на квадратный километр, Германия – 230, Голландия – 375. Это очень большая плотность населения. Если мы сравним с китайской цивилизацией, о которой мы всегда привыкли думать, что она перенаселена, там очень много людей в Китае живёт и так далее, так там всего 131. То есть практически в западной цивилизации, в странах Запада чуть ли не в два раза больше населения живёт, чем в Китае, я имею в виду, конечно, плотность. И теперь посмотрим на нашу цивилизацию. Посмотрите, мы совершенно отдельно стоим в ряду цивилизаций, потому что у нас чудовищно низкая плотность населения. Вы знаете, что лет 10 назад она была 8,6, а сейчас всего, наверное, 8,4 после всех вот этих убийственных потерь для нашей страны, произошедших за последние четверть века. Вот в этой связи, конечно, мы должны выработать совершенно особый подход к глобальной цивилизации, имея в виду наши необъятные пока ещё до сих пор ресурсы и нашу невероятно маленькую плотность населения. И, значит, исходя из государственных интересов, наверное, мы должны строить свой вход вот в эту общую цивилизацию, наверное, на основе технологий. Наверное, эта цивилизация глобальная должна быть построена на совместной копилке технологий экологических и касающихся безопасности всеобщей и так далее. Всё, спасибо, я закончила. Спасибо. Дорогие коллеги, мы обращаемся от имени, я уже говорил, коллектива, несколько десяток человек, но он выражает настроение всего человечества. Позвольте нам такую нескромность, потому что мы занимаемся порядка 40 лет этими проблемами и смеем надеяться, что увидели какие-то большие глубины, чем это обычно принято. И мы работаем совершенно другим образно-понятийным аппаратом, нежели тот аппарат, который применяется здесь и сейчас в этой концепции. Дело в том, что достаточно серьёзно и на Западе, и в России серьёзная критика цивилизации. Цивилизация, если говорить коротко, это глобальная цивилизация, тем более это глобальная гробница, это глобальная могила, потому что она строится на основе технологии, а технологии экономики являются самым мощным средством борьбы человека против природы. И это начали древние греки, эллины, прежде всего, конечно, с Аристотеля. Аристотель сделал великое дело для своей маленькой Греции, когда двухмиллионная Греция пошла против огромной Персидской империи, и двадцатитысячные войска Александра Македонского, ученика Аристотеля, били миллионные армии персидских царей. Почему? Потому что Аристотель, именно Аристотель, в частности, через своего ученика, создали новый тип человека, смелого, дерзкого бандита и убийцы. С одной стороны, они спасли Грецию, принесли на восток греческую культуру, которая имеет свои плюсы до сих пор. С другой стороны, это та армия убийц, которая начала поворот, повернула все человечество против природы. И этот поворот продолжается до сих пор. Мы считаем, что хватит. Достаточно у нас, у человечества, сил, творческих сил, нравственных сил, совести, чтобы повернуть человечество за природу, к гармонии природы. Эта гармония заложена у большинства человечества, и прежде всего культур Востока. Мы с Лапиной, моей коллегой, востоковеды. Но о Востоке мы говорим не потому, что мы патриоты своей профессии, а потому, что мы видим глубже, чем те западные авторы, которые перечеркивают, говорят, что Восток – это отсталость, Восток – это прошлое, Восток – это дикость и так далее. Да, есть и это на Востоке. А у Запада есть другие минусы – просвещенное варварство, просвещенное убийство, колоссальное общецивилизационное, общепланетарное умерщвление природы. Почему? Потому что цивилизация строится на превращении потребления, что необходимо человеку, превращению в потребительство, что есть некий перекос, который всё больше и больше, всё страшнее и страшнее. И человечество ждёт на этом цивилизационном пути гибель, которую мы создаём своими руками, и что ещё страшнее – своими мозгами. Потому что мозги наши ориентированы неверно. И вот соль наших выступлений, вот это 30 том нашей энциклопедии уже живознания. Смысл, боль наша заключается в том, что мы можем изменить наши мозги своими собственными силами. Нужно только захотеть, нужно понять, что это возможно, это вполне реально. И творческая личность всё время меняет себя. Я в кратком выступлении сказал об этом законе – самоотрицание. Самоотрицание себя творческого вчерашнего – это высшее достижение творческой индивидуальности. Когда она с увлечением занимается творчеством, но каждое своё достижение, сделав его вчерашним, отрицает во имя новых достижений. И великий поэт Глёте говорил, «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Этот человек был необычайно самокритичный. И вот эта самокритичность заложена у лучших творческих личностей и Востока, и Запада, и России. Вот это мы попытались объединить. Одна из наших работ в 18-м энциклопедии называется «Гении будущего». Всех гениев прошлого мы собрали под один огромный круглый столов, типа нашего Конгресса. И каждого, от имени каждого мы говорили в плане будущего. Я Будда, я Христос, я Дева Мария. Почему? Те творческие достижения, которые созданы гениями прошлого, они продолжают жить. Но! Каждое из них имелось в своем ограничении. Поэтому необходимо нам, уважая, любя Конфуция, мы должны выйти на постконфуцианский уровень. Занимаясь всю жизнь Марксом, я говорю, что мы вышли на постмарксов уровень. Вот в этом и заключается творческая одержимость, в лучшем смысле это слово. Творческое подвижничество, выходить за пределы самого себя. Вот человечество накануне такого выхода за пределы самого себя. Юрий Владимирович, я обращаюсь к вам с мольбой. Хотите, стану на колени. Откажитесь вы от понятия цивилизации. Я 8 лет тому назад в Индии с вами дискутировал на, так сказать, индийском форуме. Вот, и говорил, цивилизация это жареный лед. Это соединение несоединимого. Страшное соединение, опасное и для человека, и для природы. Есть культура более высокая, более изначальная, построена на гармонии, а не на противоречии человека с природой, не на покорении человека с природой. Для Запада, начиная с греков, жизнь это борьба, борьба против других людей, против природы. Восток построен, и культура вообще во всем мире построена на гармонии. Гармония человека с человеком и гармония человека с природой. Человек должен и может выйти на уровень творчества жизни. Человек-творец или в русской традиции Бога-человек. Вот наше общее будущее. Это вполне реальное. Я дарю вам один из экземпляров нашей книги во имя того, чтобы мы объединились. Да, у нас с вами есть личное противоречие, но у нас есть нечто общее. Мы должны родить новое человечество, новое поколение творческих людей, которые могут вывести Землю. Понимаете, мы накануне либо полного краха в течение 100 лет не выдержит природа. Позвольте вам заметить. И мы сейчас можем спасти, можем повернуть человечество, но не к властям нужно обращаться, не к правителям, а обращаться к творческой интеллигенции, у которых есть способность и желание меняться, совершенствоваться во имя и собственной радости творческой, но главное во имя человечества, во имя природы. Экология – это гармоничное соединение человека и природы, естественное состояние человека. Маркс это увидел, это гений, тот, который сейчас никто в мире практически не знает. Весь марксизм пошел по другому пути, начиная, увы, с Энгельса, его великого друга. А Маркс в конце жизни выдал великолепную идею, труд вообще есть в выражении жизни, утверждении жизни. Это та ячейка, то клеточка, то семя, из которого мы пытаемся создать теорию созидания человеком нового своего состояния, новой земли, новой культуры, нового человека, новой этики, новой совести и так далее. Из этого можно создать, как Маркс из товара создал теорию капитала, и это во всем мире значит, но теорию капитала Маркса превратили в теорию утверждения капитала. У Маркса это была теория отрицания, снятия умного, мудрого отрицания, потому что из Марксова капитала вытекает и понятие, которое я предлагаю, живой капитал. Он объединяет человеческий, творческий капитал, социальный капитал и так далее. Это новое понятие, которое может объединить все человечество в один и творческое содружество. Это новое слово, новый уровень. И мы надеемся, что все-таки мы не все потеряли в этой жизни, а нам есть что терять, не только свою собственную жизнь. Мы свое большинство здесь, так же, как и я, люди уходящего поколения, но у нас есть дети и внуки, у нас есть природа, которой мы должны, обязаны. Каждый из нас ответственный за судьбу своих детей, за судьбу своей природы, за судьбу мира. Вот эта ответственность может повернуть человечество. Так давайте повернем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы так организатора записали, а я еще и профессор Единской Академии. Я хотел бы вам показать демографическую энциклопедию, которая вышла в этом году в нашей стране. Это 48 ученых России, Казахстана и Украины, совместный труд. Но я, собственно, принес ее не для демонстрации, а для того, чтобы подарить ее создателю и первому директору Института народно-населения, сегодняшнему нашему модератору Наталье Михайловне. И в этой книге есть большая статья «Цивилизация». Если говорить о Хантингтоне, все предыдущие, что-то его забыли, то он относил Россию к очень особому подвиду христианской православной цивилизации. Он говорил, что она несколько стоит особняком, поскольку она не прошла через эпоху Возрождения и Ренессанса. Это не могло не отразиться в нашем будущем. Пример цивилизации я хотел рассмотреть на основе трех демографических показателей. Уровня жизни, который измеряется коэффициентом суммарной рождаемости, младенческой смертности и продолжительности жизни. Поскольку время очень ограничено, буквально три тезиса по каждому из них. Все западноевропейские страны, начиная с 1998 года, испытывали рост, хотя это и низкий коэффициент, но все-таки рост суммарной рождаемости, и он был оборван 2008 годом на старшей рецессии. По 2011 год шло его снижение, как в странах, имеющих относительно более высокий, так и низкий показатель. Россия тоже рост, но только с 2000. Потом совершенно непонятный провал в 2005 году, который ничем не отличался, как вы знаете, по социально-экономической динамике. И вот рост продолжается, несмотря на рецессию 2008-2009 года, дальше. Наше правительство очень любит говорить, и кстати, и не кстати, о каких-то месяцах положительного естественного прироста. Все демографы знают, что все демографические показатели можно оценивать только по результатам года, а никогда меньше. Но вот наших руководителей переубедить невозможно, они даже квартальными показателями пользуются. Так вот, если говорить действительно о положительном эффекте, который в этой области произошел, то почему-то о нем наши руководители молчат. Впервые с 60-х годов, это как раз получается 45-летний цикл Кондратьева, у нас сельское население наконец-то по уровню суммарной рождаемости превысило низкий уровень, то есть естественное воспроизводство, и стало самовоспроизводиться. 2,215. Нужно 2,1. Только сельское. Вот на что надо обращать внимание. И непонятно почему. Вы сами знаете, как оно у нас живет, объяснять не буду. Второй показатель. Младенческая смертность. У нас началось улучшение этого показателя только с 2006 года, несмотря на тот предыдущий рост и рост реальных доходов, всего остального. Но что у нас остается? О чем можно судить о нас, как о цивилизации? Это жуткая флуктуация по нашим регионам-субъектам. Причем эти колебания идут по субъектам, независимо ни от чего. У тех, у кого в этом году были низкие показатели, в следующем могут значительно повысятся, и наоборот. Дифференциация у нас такова, что у нас есть регионы, которые идут на уровне цивилизованных стран Европы, и есть регионы, которые идут на уровне африканских стран. Например, республика Тыван. И теперь о третьем показателе, последнем, о продолжительности жизни. Как вы, наверное, все знаете, мы занимаем по женской... Я вот не сторонник рассматривать вместе эти показатели. Это, в общем-то, совершенно неверно. Хотя у нас такие индикаторы правительства даже в программы записывают. Нужно рассматривать их только отдельно. Почему? Наверное, представители других стран, которые здесь сидят, не знают, что Россия занимает первое непочетное, к сожалению, место по уровню разрыва между ожидаемой продолжительностью жизни мужского и женского населения. Около 11 лет. Рядом с нами никого нет. Мы самые первые и самые одиозные. Так вот, по женскому мы находимся на 128-м, по мужскому показателю на 169-м месте в мире. Но это не самая наша главная проблема, если говорить о нашем месте в уровнях цивилизации. Вот вам представлена табличка, там вверх отсечен, это топ-10, а здесь топ-10 нижних. То есть 10 стран с самыми худшими показателями в мире. Я предлагаю вам обратить внимание не на показатель для новорожденных, а на показатель для мужчин, доживших до 60-летнего возраста. Они, к сожалению, в нашей стране не публикуются, не считаются. Это данные ООН. Это вот последних два ряда. Нет, простите, вот самый последний. Предпоследний – это женская для 60-летнего возраста, а самый последний – мужская. Так вот вы видите, что если исключить Лесота, там же совсем мало, мы отстаем от двух африканских стран – Замбии и Ботсваны и находимся на уровне других. Это десятка самых слаборазвитых стран мира с самой низкой мужской ожидаемой продолжительностью жизни и продолжительностью до 60-летних. Вот о чем дальше говорить, о какой политике. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Нет, у нас ещё есть время. Если меня видно из-за этого, то я буду отсюда рассказывать. В материалах этого конгресса есть столетний план. Мы несколько раз его уже упоминали. Я думаю, что это очень серьёзный документ, очень важный и очень ответственный. И он, конечно, требует экспертизы, требует обсуждения, что будет полезно не только для самого этого плана, но и для тех, кто будет его экспертировать. Можно привести такой пример, что здесь идёт речь о том, что в среднем в цивилизации глобальной должно быть двое детей. Но это очень, с одной стороны, грубое предположение, а с другой стороны, малообоснованное. А с третьей известно, что в рамках этой глобальной цивилизации чрезвычайное разнообразие. Я это даже могу судить по тем данным, которые относятся к России. Хотя бы к России. У нас есть регионы, которые различаются по показателям социально-демографической характеристики в 5, в 7 и в 9 раз. Очень сильное различие. И поэтому составлять, даже как-то определять планирование, развитие, ну, это очень, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, вообще надо понять, для чего это делается. Вот сейчас очень много говорят о том, вот, что будет там, не только, ну, я не хочу говорить о России, а вот о мире, о различных регионах мира. Что будет, вот, а для чего мы это хотим определить? Ведь это существенным образом зависит от того, какие методы мы должны использовать. На самом деле, вот, модели и методы, и прогнозы, значительные, те, которые выбираются или избираются для того, чтобы проводить эти прогнозы, зависит от того, для кого и для чего это вообще должно быть сделано. Вот, поэтому, вот, мне кажется, что если мы хотим действительно такой план составить и подать его для специалистов, для экспертов, это очень полезно, как я уже сказала. Но дело в том, что это и очень ответственно. И вот зависит от того, для чего, кому и для чего. Вот, но, я думаю, что дело не только в этом. Мы знаем, что в начале вот этого века, текущего тысячелетия, в 2000 году, был принят план, как известно, который включал 8 пунктов. И главным или первым из этих пунктов это ликвидация нищеты и голода в течение ближайших 15 лет. Затем речь идёт о гендерной сбалансированности, о детской смертности, включая младенческую, о смертности в среднем по населению. Ну, в среднем, я не люблю это слово, в среднем, потому что оно всегда наводит тень на ясный день, как говорят. Вот, и ещё, в общем, 8 таких пунктов. Мне кажется, что без того, чтобы проанализировать, что с этими, вот что сделано по этим пунктам, что мы знаем, что происходит, допустим, с детской и владенческой смертностью в разных странах, но я ещё раз хочу подчеркнуть, это чрезвычайное разнообразие. Поэтому, если речь идёт о глобальной цивилизации, зачем это делать, зачем? Почему я очень так обостряю эту ситуацию? Потому что я знаю, что очень часто эти средние показатели, они вуалируют ситуацию, завуалируют. Вот, ну, если особенно это опасно для тех регионов, для тех стран, для тех континентов, которые внутри себя имеют большую дифференциацию, ну вот я должна вам сказать, что сегодня в России, в России, вы знаете, что доходы растут очень медленно, а численность, допустим, олигархов и миллиардеров растут очень быстро. Поэтому что, и говорят, вы знаете, у нас средний уровень повышается. Ну, конечно, если вы возьмёте одного миллиардера, который там имеет в год миллиард доходов, и возьмёте миллион, значит, пенсионеров или там служащих, которые имеют зарплату, как вот сегодня объявляли, 10 тысяч, и средним очень интересная картинка получится. И самое главное, что все будут довольны. Вот, поэтому мне вообще средние цифры при существующей дифференциации не нравятся. И всегда, когда мы их используем, если вдруг, то надо иметь в виду, зачем мы это делаем, зачем. Если не надо, самое главное, чтобы не наводить тень на плетень, как говорится по-русски. Вот, поэтому вот главный, так сказать, и первый пункт вот этих восьми задач, которые поставила Организация Объединённых Наций в решении всех государств, в совместном решении государств, она, это задача, связанная вот с ликвидацией, с ликвидацией нищеты и голода. Но сегодня у нас в одном из приветствий, по-моему, горелика. Вот говорил, что эта проблема не решена. Но дело в том, что не только эта проблема не решена. И поэтому, конечно, прекрасно, что мы составляем вот этот столетний план, прекрасно, что мы рассматриваем динамику движения глобальной цивилизации, но надо всё-таки как-то оглянуться назад, потому что тогда нам будет понятно, что мы получим, куда мы идём, вот этот вопрос уже задавался. Что вообще мы строим, не только, так сказать, в России, а что строится на разных континентах, на разных… Ведь вы знаете, одно дело – уровень жизни золотого миллиарда, а другое дело – это, так сказать, остальных 6-7 миллиардов, тем более если численность всего населения будет возрастать до 11 миллиардов человек. Поэтому я думаю, что, вот составляя такой план, мы должны ему предпослать вот анализ того, что было сделано хотя бы вот за эти 13 лет, или, так сказать, за 10 и 15, 15 уже прошедших. Вот, это очень важно, потому что мне кажется, что это правильно сориентирует те структуры властей или научных работников, или других вообще интересующихся этой проблематикой людей. В общем, что вообще происходит на самом деле, в реальности что происходит. Иначе вот наше рассуждение, которых здесь было немало, оно как-то, знаете, вот уводит нас куда-то. Я понимаю, что вот было прекрасное выступление из Санкт-Петербурга, суббекта, которое было посвящено вот озону… Я уже забыла, как это называется. Но во всяком случае, таким структурам, которые даже трудно адаптировать к тому, что вообще мы имеем в обществе. Но всё-таки в этом направлении должно идти развитие. Но всё-таки, значит, мне кажется, что надо всё это более конкретно рассматривать, чтобы это в значительной мере отвечало реальностям сегодняшнего дня. Поэтому я очень, так сказать, приветствую вот те документы, которые были предложены участникам этого конгресса. И думаю, что это большой такой капитал, научный капитал, интеллектуальный капитал. Но я думаю, что это лишь начало вот того пути, по которому… Хотя это четвёртый конгресс. И, в общем, я думаю, что к пятому нужно сделать такой рывок, большой шаг вперёд. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 И это сейчас стоит перед всей глобальной цивилизацией. Реально угрозно. Если будет продолжаться такая тенденция, когда она же будет использоваться для создания всего более мощных орудий и сражения человека, это может кончиться тем, что этот вид теперь исчерпает престарелого человечества. Кстати, угроза сейчас заключается в угрозе спецмене поколений, потери и научного импульсового наследия, и определенное обличание человека за потребителя и сквозца. Это, я думаю, общая наша забота. И когда мы говорим сейчас о защите, развитии, трансформации цивилизации, мы ясно видим такого рода альтернативы. Или это идет о том, что мы сумеем мобилизовать все во благо и сумеем продолжить и развивать род, или хомо сапиенс, может быть, это будет еще сапиенс, 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 так. Если мы предоставим, то умеем всем, чтобы продлить эту жизнь уникально, пока мы не узнаем другого примера, во вселенной, уникально высшем достижении эволюции вселенной. Спасибо. 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 Спасибо.